Вчера вечером автомобиль Toyota Camry врезался в магазин. ДТП произошло на углу улиц Добровольского и Затонского. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в яму. Чтобы привлечь внимание к проблемному участку, таксисты перекрыли одну из главных магистралей на поселке Котовского. Все произошло около 7 вечера. Toyota Camry двигалась по улице Добровольского. Въехав в яму, водитель автомобиля потерял управление и протаранил витрину магазина. За рулем находилась девушка. После ДТП была в шоке. Поддержать ее съехались таксисты со всего города. Говорят, из-за ямы счет ДТП на этом месте пошел на десятки. Нам не все равно, что происходит у наших же коллег-водителей, которые просто на ровном месте попали на очень большие деньги. Это не ямка, это не яма, это, можно сказать, колодец. Она огромна. Если человек не знает, или вообще, если был бы дождь, то человек, который в эту яму попал бы, поломал бы свою машину. Ну и вообще, как бы, там было бы очень все печально. А если бы там и шли люди? Вот сейчас хоть и ночь, бабушки, дедушки не ходят. Ну, и шла бы молодая пара. Куда бы эти дети бы делись? На этом месте машины регулярно оставляют свои колеса. В темноте яму не видно, еще и не светят фонари. Местные поставили шину, ветки и повесили предупреждающую ленту. Но это не помогает. В прошлый раз, когда разбилась машина, вызвали сотрудников полиции, сказали, что уже они на тот период больше 10 протоколов составили уже по факту, ну, кто пострадавший. Потому что люди, видать, просто уезжают и не оформляют никак. Несколько дней назад на этом же месте в аварию попал еще один таксист. Ночью таксисты вышли на пешеходный переход и заблокировали основную дорогу на поселке Котовского. Сначала пропускали некоторых водителей, потом стали смелее. К ней подключились и прохожие. Кто-то даже опоздал на свидание. Правда, с такой акцией не все оказались солидарны. А при чем здесь перекрывать движение? Вот люди сидят в маршрутке, в скорой стоят. Кто-то может куда-то спешит. Это же водитель или нет? Ну, мне, я водитель маршрутки. Мне завтра на отдых нужно ехать. Почему я должен здесь стоять? Потому что кому-то не нравится. Уже через полчаса с двух сторон на проспекте образовалась пробка из легковушек, фур и маршруток. Что дало свои результаты. Этой же ночью яму залатали.